19 том книги «Открытым оком», вопрос номер 3298, тема «Община». Что-то отец Нафанаил заметил про ваших квартирантов. Что-то тут есть криминальное? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Смотря как и с какой стороны, монахи вообще имеют нездоровое понятие о женщинах и понятно почему. Все жития пронизаны их борьбой. Потому есть специальные каноны, где оговаривается грань порицания брачной жизни жена и мужа ненавистниками, через которую им не следует высовываться. Они избрали себе муку в жизни в отношении женщин, а потом стали смотреть на женатых с презрением, затем с осуждением и, конечно, с полным осуждением, что таким, то есть женатым и замужним, отнюдь не спастись. Я специально не указываю места Писания в данном случае, чтобы монаха не ввести в подозрение, что Бога Иегова сотворил грех женщину и не запретил ее брать за себя и под себя. Но и каноны это же говорят. Правила апостолов 5 и 51. И соборы наложили проклятие и оклятву на тех, кто гнушается брака. Ганнерский собор 1, 4, 9, 14 правила. От поступающего в монашество принимать обет детства с испытанием. Правила Василия Великого 19. 6 Вселенский собор 40. Василия Великого 18. Игумен, подстригающий раньше трехлетнего испытания, должен быть лишен игуменства, а принявший монашество прежде сорока лет, должен быть передан в другой монастырь. Никого не сподоблять монашеского образа без присутствия лица, долженствующего принять его к себе в послушание. Монашествующие должны соблюдать безмолвие. 4 Вселенский собор 4 правила. 7 Собор 22 правила. Не выходить из монастыря без нужды и без благословения настоятеля, и не ночевать вне монастыря. 6 Вселенский собор 46 правила. Должны пребывать в тех местах, где отреклись от мира. 4 Вселенский собор 4 правила. 4 Вселенский собор 4 правила. Долго проживающие в городе без поручения епископа должны быть высылаемы к своим местам. 4 Вселенский собор 23 правила. Не должны вступать в воинскую службу и в мирские чины. 4 Вселенский собор 7 правила. Монахи и монахи не должны беседовать друг с другом и есть наедине. 7 Вселенский собор 20 правила. Монахи не должны иметь ничего собственного. Двукратный собор 6 правила. Настоятель монастыря, не взыскивающий от бегающих монахов, должен быть отлучен от святых таинств. Двукратный собор 3 правила. В пресвитерии поставляется не ранее 30 лет. Некий Сарийский собор 11 правила. 6 Вселенский собор 14-15 правила. Не прежде, как сделает всех в своем дому православными. Карфагенский собор 45 правила. Не вскоре по крещению. 1 Вселенский собор 2 правила. Непоспешно и по испытании Сардийский собор 10 правила. 1 Вселенский собор 9 правила. Кирилла Иерусалимского 4 правила. Без воли своего епископа он не должен делать ничего. Апостольское 39 правило. Латвийский собор 57 правило. Пресвитеру неопустительно должно быть при делах церковных. Апостольское постановление 51. Непричащающийся без благословной вины должен быть отлучен. Апостольское правило 8. Никто не рукополагается вторично в ту же степень. Апостольское правило 68. Карфагенский собор 36 правило 59 правило. Священникам не дозволяется есть наедине с женами. 7 Вселенский собор 22 правило. Не поленитесь сосчитать хотя бы указанные здесь правила каноны, которые нарушают чуть ли не все из монашеской братья и из священников одиноких. А сей иеромонах подпадает абсолютно под все указанные здесь наказания, так как он и монах и священник в одном лице. И если бы открылись духовные очи людей на прикрытых черными тряпками этих женоненавистников, и как-то в джоулях были выражены их нарушения, то, пожалуй, в одном храме с ними молиться не стал бы народ. В фильме «Собачье сердце» по одноименному роману Михаила Булгакова идет разговор об отнятии комнаты у профессора, у которого их семь. Профессор Преображенский Филипп Филиппович поразил Швондера тем, что высказал мысль, что ему и еще одна комната нужна. Когда я прочитал упрек монаха за квартирантов, то рассмеялся. Он же не знает, что в моей однокомнатной квартире жило сразу три девчонки-студентки. И ничего, Бог миловал. Они приходили и уходили, а я остался. Логика магазинной гири по отношению товаров. Меня ночевало на двенадцати квадратных метрах до одиннадцати человек иногда. А уж когда перешел в двухкомнатную квартиру, то там жило и побольше, и бабушек до тридцати. И всегда всех до единого квартирантов приводила моя дорогая и ненаглядная жена. Отсюда ясно, что я вне подозрения у нее за все сорок лет совместной жизни, как жена Кесаря. И никогда ни с кого не взял ни копейки за квартиру. У меня через стенку живет семья уже девятый год бесплатно, которым я предоставил двухкомнатную квартиру и сарай. И мне заранее уже больно, что они уйдут, когда построят свое жилье. На Амелянина нет правил ни одного, кроме блуда. Мой гарант – моя жена, которая меня никогда не подозревала ни одной минуты. А вот впавшие в монашество – они уязвимы. Они поражены язвой подглядывания. Кто с кем, когда и о ком. Мне хорошо, и я бы мог напомнить некоторым монахам, кому многократно говорил не ездить к вдовам в горы и не жить там месяцами без присмотра на соблазн и на погибель. Да, я говорил одному протоиерею, чтобы он расстался с той, которая у него шофером, с которой он ездит по разным областям. Беда настигла, он сгорел с ней полностью в машине. Другой игумен разъезжает с девицами по всей стране в своей иномарке вагоне постоянно и несколько раз приезжал в Потеряевку. Я им выговорил. Выговорил монаху, который жил совершенно один в одном доме с общим коридором с монашкой. Я бы здесь и этого не сказал, и не говорю конкретно. Это как раз тот случай, когда нужно уметь молчать. Но отец Нафанаил-то конкретно обвиняет меня. Он сорвал камень с горы, и теперь пошла лавина. Процесс может стать неуправляемым. Но, повторяю, на Мирянина нет ни одного правила в канонах, хотя их с Юстиниановыми декретариями 986 правил. Я и отец Анафанаила принял. Он жил у меня несколько лет, хотя и это было нарушением правил. Он нигде не должен жить, кроме как в монастыре. Как правило, подсматривают за квартирами те, у кого их нет. Таков чей-то закон позора. Ныне у меня уже давно нет никого, кроме братьев. Но если представится возможность, могу принять сразу нескольких из сестер, ибо у меня есть куда и прописать, и пустить пожить. Летом могу одновременно принять и достать человек, и прокормить их лето, обеспечив одеждой и нужными для спанья принадлежностями. Обвинения против меня ничтожны, а все равно приятно слышать, что тебя считают за человека, мужа. И особенно это приятно быть может тому, кто и без монашеского чина так и не познал женщин, а научился смирять их словом Божиим. Книга Второзакония, 21 глава, 14 стих. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее. Веротступники иногда больно легаются копытом, и при том ниже пояса. Послание к римлянам, 14 глава, 13 стих. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату в случае преткновению или соблазну. Первое послание к римлянам, 10 глава, 32 стих. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божией. Я и пишу это для того, чтобы научить, как нужно вести себя, чтобы не пасть, чтобы ахальникам и хамам закрыть пасть. Самсон, пускай он придет, пусть вместе он с нами смеется и пьет, пусть нам о победах своих он расскажет, да силу руки своей чудной покажет. Введите его, он наш пир усладит, поруган, осмеян безумной толпою, склонясь на колено усталой главою, внизу под колоннами узник сидит. Заря, догорая в сиянии огнистом, с последним приветом лучом золотистым, играет на бледном унылом челе, на веждах угрюмых Самсона. Безмолвно сидит он, ни вздоха, ни стона, и призрач на дик, и его вид в полумгле. Он только украдкой с глубокой тоскою поднимет главу, и дрожащей рукою, как будто во мраке кому-то грозит. А там, наверху, из просветов оконах сверкают огни алтарей золоченых, и песни несутся, и хохот звучит, и пир безмятежный кипит и кипит. Заря уж погасла, звезда за звездою выходит из мрака душистой чередою, и месяц верхушки садов серебрит. Из темных аллей задремавшего сада струями душистыми веет прохлада, кусты неподвижны, и озеро спит, а пир наверху все кипит и кипит. То праздник победы газийцы справляют. Им можно спокойно и пить, и плясать, их враг, о, напрасно он цепи терзает, напрасно на помощь богов призывает, прозреть ли ослепшему, мертвому ли стать. Кипи же, кипи, искрометная чаша, свети нам, звезда незакатная наша. Газийцы, не рано ли победу справлять, не рано ли птенцы за орлами летите, не искру ли блеснувшую ночью вдали своей незакатной звездой вы сочли. Взгляните, ваш пленник, безумцы, взгляните, он пал на колено, трепещет уста и шепчет молитву, светла и чиста, несется мольба его к небу ночному. Не к вашим богам и не с рабской мольбой взывает из мрака ваш пленник слепой. Иную молитву и к богу иному он шлет. О, взгляните, он вздрогнул, встает, встает, как архангел над мрачной могилой, а ковы, как лен прогоревший, он рвет. Уж новой, неведомой чудной силой кипит его сердце. Господь, он зовет, Господь, укрепи меня в это мгновение, воззри на раба и услышь его глаз. Ушла моя сила и взор мой угас, но дух мой возвал ты на славное мщение. Господь, помоги же. И в мрамор колонн всей грудью своей упирается он. Сильнее и сильнее. Во храме догона шел пир безмятежный. Средь гула и звона толпа ликовала, раскатна вокруг. И песни, и хохот веселый гремели. Дымились курильницы, кубки звенели, толпа ликовала, шумела. И вдруг все рухнуло, все, все алтари, пьедесталы, пилястры, карнизы, колонны, порталы, и бог злотороги из высот алтарей, и жрец его с кубком веселого пира, и девок под ножью немного кумира, манившая отрока лаской своей, и старцы, и дети. Одно лишь мгновение, и ночь огласили проклятие и стон. Так быстро свершилось великое мщение, так умер Самсон. Фруг С.